Портрет Среди предполагающихся в дальнейшем учебных фильмов по скульптуре предполагается так же, как у нас получилось с рисунком и, я надеюсь, получится с живописью, предполагается три раздела. Первый раздел – это «Введение», в котором мы с вами уже пробовали какие-то простые вещи рассматривать. Это раздел «Портрет», в котором у нас вышло два, по-моему, ролика. Мы делали там простые упражнения. И вот сегодня у нас следующий небольшой фильм из раздела «Портрет». И предполагается в дальнейшем также раздел «Фигура», к которому, впрочем, можно условно отнести те видео по лепке фигуры, которые у нас вышли достаточно давно. Там, где мы изготавляли вначале каркас, потом лепили фигуру человека и так далее. Так вот, если говорить о разделе «Портрет», я сегодня решил затронуть снова важную тему. Почему? Потому что, как показывает практика, на формирование понимания этой темы уходит, ну, возможно, одно из самых больших количеств времени. И тема эта сегодняшняя о планах и переломах формы при лепке портрета, при создании головы, при лепке головы. И сегодня вы видите перед собой три головы. Вот, наверное, самая знакомая для вас правая. Это обрубовка классическая такая. Её иногда называют обрубовкой по гудону, хотя, в общем-то, пока непонятно, на самом деле, является ли гудон её автором. Имеется в виду вот эта вот голова. Слева находится та обрубовка, которую мы часто упоминаем в наших роликах. Эта обрубовочная голова сделана была моим отцом. И в середине сейчас находится та обрубовочная голова, которую в процессе я хотел бы её сделать. И сделать её доступной для людей, всерьёз интересующихся освоением портрета, как скульпторов, так и живописцев. Почему в ней возникла необходимость, я объясню немножко позже. Итак, вот перед вами обрубовка, которую можно легко купить в магазинах. Обрубовка, которая называется часто гудоновской обрубовкой. И я думаю, что мы можем с вами сегодня немножечко, именно на её примере начать, очередной раз начать разговор, который мы уже ввели и продолжаем вести в наших роликах по рисунку портрета, снова продолжить разговор уже в контексте применительных в скульптуре о том, что такое архитектуника головы. То есть, если вы, скажем так, представите себе обобщённую форму головы, или попробуете на неё натянуть что-то типа обтягивающего материала, то в целом можно констатировать, что голова имеет форму, можно сказать, яйцеобразную, да, с острым кончиком здесь и тупым кончиком вот тут. Можно сказать форму такой капли, да, который вот тоненький край капли здесь верхний, да, и она как бы вот так вот, да, такая каплевидная форма, можно так сказать. И, соответственно, вот этот вот общий характер формы головы, ощущать его, осознавать его, конечно же, весьма желательно. В то же время, в то же время, голова, она имеет родство с кубиком, да, для чего обычно в начале знакомства с изобразительным искусством людей сажают рисовать кубик, именно, собственно говоря, по этой причине, что параллели с кубиком, да, можно найти и в строении человека, при условии, что мы этот кубик как бы немножечко поднадуваем изнутри. И так, так же, как и у кубика, у головы есть шесть планов, да, то есть есть верхний план, есть передний план, есть два боковых плана, нижний, тут тоже нижний, да, и задний план. Но только в отличие от кубика, вот эти вот его грани, как бы, да, грани ее, они не прямые, а они, в свою очередь, они выпуклые, и в свою очередь тоже делятся на планы. И, соответственно, вот хорошо себе ощущать планы, знать их, это очень важно. И следующий шаг после этого, логически вытекающий, это интегрировать их в свою лепку, собственно говоря, научиться понимать, что все эти планы в голове, они представлены мягко, и что поверхности их также не прямые. Вот этот момент является, наверное, ну, как мне кажется, самым-самым ключевым, и самым, может быть, сложно-сложно осваиваемым в процессе обучения лепки портрета, ну, по крайней мере, в первые годы. Итак, передний план головы у нас на данной обрубовке он ограничен, начинается с вот этого перелома формы на лбу, да, который проходит в районе лобных бугров. Вот это уже скорее можно отнести к верхнему плану, вот эту плоскость. Хотя иногда бывает головы немножечко разной формы, то есть бывает так, что вот эта плоскость, она имеет спорную, спорную принадлежность, она иногда принадлежит и переднему, и верхнему плану. Но вот на этой обрубовке хорошо видно, что эта плоскость это уже верхний план, то есть у нас передний план начинается вот отсюда. Дальше он ограничен вот такими вот переломами формы на лбу, да, на переходе от лба, как бы от передней на боковую часть, вот сюда вот угол надбровных дуг. Дальше вот так спускается здесь, и тут, в общем-то, это все напоминает строение черепа нам очень хорошо. И череп, конечно, желательно знать. Я думаю, что у нас, если все получится, то мы еще обратим тоже на это свое внимание с вами. И дальше вот здесь по скуловым костям вот так вот он формируется, передний план. При этом вот эти вот поверхности, они как бы боковые, но у них небольшое стремление к переднему плана тоже есть. Особенно вот у этих планчиков, да, вот здесь вот этих кусочков. Здесь иногда бывает по-разному. Иногда здесь вот эта часть, она, например, у людей смотрит вперед. Вот, да, но в целом вот в данном случае сейчас вот перед нами вот границы переднего плана, они вот такие. И дальше мы видим, что передний план, он тоже делится на планчики, то есть на три плана делится вот эта лобная часть. Надбровные дуги здесь тоже делятся на три плана. Здесь соответствующих планчиков более мелких больше. Хотя все в целом это обычно принято говорить, что представьте себе, как будто это козырек. То есть представьте себе, что носа нет, что мы его сняли. И вот такой нависающий козырек. И дальше под этим скуловая часть, которую тоже можно представить себе, что если бы не было носа, вот она бы так вот насквозь проходила. Здесь часть, которая смотрит вверх, часть, которая смотрит вперед, но еще под накладкой. Часть, которая смотрит еще более вперед. То есть здесь тоже перелом формы. Причем, что касается, скажем, если вот этих вот планчиков, то здесь люди достаточно легко соглашаются их показывать, особенно если это дело будет о рисунке. То вот с этими планами они, скажем так, обычно люди их берут достаточно плохо, все начинающие. Но в случае с лепкой иногда может быть получше. Но, как правило, здесь вот так вот поперек расположены складки кожи и люди реагируют в основном на них, то есть на мелкий рельеф. А нужно учиться, конечно, видеть под рельефом большую форму. Что значит учиться под рельефом видеть большую форму? Это не значит, что она вот в буквальном виде расположена вот именно такими вот граненными штучками, да, под рельефом. Нужно учиться видеть как раз-таки в синтезе, то есть видеть, что мы видим реальные формы головы, но если вот сделать маленький шаг сознательный, обобщить то, что ты видишь, то потихонечку вот эти вот планы просто в пластичном варианте, что важно, начнут вам быть видны и понятны. Дальше здесь идет такая стяжка, которая достаточно важна, потому что она, в общем-то, проявляется у всех, и желательно ее показывать, как бы, так вот со скул на уголочке рта. И вот здесь тоже такой вот небольшой переломчик происходит. Это что это такое? Это выступает ртовая часть. Вот, хотя обычно в этом месте люди видят складочку кожи, но важно видеть не складку кожи, а именно изменение направления формы, да, то есть вот ртовая часть, она выступает, условно ее называют шар, как рот, это шар, то есть рот это не вот эта часть, а вот это вот все вместе форма, она похожа на такой граненый шар, но точно так же, как, в общем-то, из отлевок можно условно назвать шаром, только граненым. Дальше у нас здесь идет что? Такая вот вставочка подбородка, иногда он как отдельная форма смотрится на голове, здесь это все сильнее, иногда голова здесь как бы заворачивается, это смотрится отдельной формой, и тут тоже все разбито на планы, которые смотрят вперед и в бока, и то же самое с губами, да, губы тоже делятся на планы. Но хорошо себе представлять, как такую сфорную призму, которую мы сюда приставили, как если бы мы сюда вот ее приставили, чтобы она была съемная, да, несмотря на все складки там и так далее, на носу какие-то тонкие переходы, там подобные вещи, разнообразие форм носа, вот условно мы можем сказать, что нос похож на такую призму, да, то есть имеющую передние и два боковых плана. И вот здесь вот уже вот такой комплекс планчиков, обычно это здесь вот один планчик, потом вот здесь, и два вот таких боковых, там где обычно люди изображают нос, или на самом деле для скульптора важны видеть планы. Боковой план головы, соответственно, он ограничен тем, что мы с вами обсуждали, и он также имеет свои разные планчики, и как, скажем, на голове есть, на передней части головы, на переднем плане есть средняя часть, у переднего плана, да, которая смотрит четко вот вперед, также у бокового плана есть вот эта часть, которая в большей степени смотрит в бок, и есть части, которые немножечко развернуты уже к соседям, к своим чуть-чуть. Здесь мы видим важная, достаточно такая вещь, скуловая, да, и вот этот вот достаточно хрестоматийный, важный перевол формы, да, вот здесь у человека расположена жевательная мышца, вот где, как бы, щека, условно говоря, да, поворачивает вот так, и сюда уже небольшое поднутрение к уху, да, которое мы часто не замечаем. Дальше мы видим здесь вот боковой план уже в верхней части головы, да, и, кстати, заодно попутно можно обратить внимание, что на самом деле вот эта верхняя часть головы, она достаточно массивна, то есть не нужно ее в лепке делать слишком маленькой. Он также делится, этот план, на планчике, у него есть центральная часть, и здесь вот начинается такая интересная вещь, как подчеркивание низа головы, да, то есть нижней части затылка, вот там, где затылок заканчивается. Обычно для начинающих является открытием, что он заканчивается относительно передней части, да, достаточно высоко, вот такое вот подчеркивание. И часто волосы-то растут еще и сюда, то есть это просто по форме волос видно. Задний план у нас здесь, соответственно, видите, так же, как передний, и как мы сейчас обсудим верхний, он имеет центральную часть, которая вот сюда как бы идет, то есть фактически она вот так вот пошла, 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 и пошла вот сюда наверх, и вот сюда спускается на задний план. И вот здесь обычно вот такой, что-то типа треугольника такого возникает, здесь достаточно скупо показано, но вот на некоторых черепах, я думаю, что возможно могли бы это увидеть. И, соответственно, здесь такие два характерных бугра, выступающих, которые обычно всегда видны ясно, на форме головы, и вот здесь у нас такое интересное заострение, и сюда подчеркивание нижней части затылка. Верхний план головы, вы видите, что он состоит как бы из центральной части, и из таких, которые немножечко уже смотрят вбок. Но понятно, что в разных, скажем, есть обрубовка черепа, например, сейчас продается там, скорее вот это ребро подчеркнуто центральное, и даже оно так немножко фантастически там изображено. Вот, ну то есть, как совместить в разных вариантах распределения планов, может быть, в каких-то книгах, совместить это между собой, когда у вас возникает вопрос, где же правда. Правда на самом деле в синтезе. Правда в синтезе, то есть все варианты, как правило, имеют под собой какую-то основу, просто они все немножечко упрощают ситуацию. Давайте мы немножечко посмотрим на вот данную обрубовочную голову, что я думаю будет полезно тем, кто интересуется скульптурой. Если вам это неинтересно, я думаю, что можно дальше не смотреть, потому что мы классическую обрубовку уже обсудили. Итак, вот в данном варианте, чем он ценен, что он, ну скажем, в моей жизни всегда ценным было, когда мне одну и ту же информацию рассказывали разные люди разными словами, тогда мне легче было как-то ее понять и принять. И поскольку сложность основная заключается в том, чтобы не просто согласиться, что, а, ну да, вот обрубовочная голова, да, я понял, это очень важно, да, я вам верю. Вот, сложность заключается в том, чтобы научиться понимать эти планы и пользоваться ими. То есть, согласиться просто на уровне рациональном и научиться практически применять какой-то навык, это разные вещи. Вот, поэтому данная обрубовочная голова, она ценна для нас тем, что у нас здесь те же самые планы, они показаны, я считаю, где-то более подробно, где-то более пластично, где-то чуть другими словами. Но вы также можете видеть в целом вот эту яйцеобразную капривидную форму головы, причем, если она в обрубовочной голове, гудоновской голова у нас показана, достаточно худая и вытянутая, то здесь она у нас чуть более наполненная, показана наполненной формы. Вот, также у нас здесь проходит граница, пожалуй, переднего плана, да, здесь у нас виден дальше верхний, и вот видите, что в отличие от гудоновской обрубовки, здесь еще показан такой треугольник, что я считаю важным, потому что здесь, помимо вот этих вот таких вот ходов, еще есть, существует такой вот шарообразный ход, да, своего рода как будто это, такие, знаете, как меридианы на глобусе, да, вот такие, как сегменты на круге. Вот у нас начинается здесь передний план, также он делится на три планчика, видны лобные бугры, вот здесь вот у нас надбровные дуги, которые показаны, ну, чуть немножечко по-другому, да, хотя, в общем, принцип тот же самый, да, то есть есть часть, которая смотрит вверх, есть часть, которая смотрит вниз. Соответственно, здесь у нас глазная часть, да, та же, как на гудоновской обрубовке, у нас глаза, это шарики такие, которые закопаны. Ну, вот здесь еще показан такой момент, который, ну, скажем, для меня стал достаточно важным в скульптуре. Это то, что у нас, несмотря на то, что глаз это шар, он еще имеет деление такое на верхнюю часть и на нижнюю. Нижняя обычно это от края верхнего века, да, вот все ниже, да, то есть это и нижняя века, это и глазное яблоко, а верхняя часть это верхняя века, то есть вот ребро проходит по краю верхнего века. Я, по крайней мере, это дело применяю таким образом. Дальше у нас с вами здесь также показаны планчики, да, скуловой части, они решены здесь несколько более пластично, но в целом идентично Гудуновской обрубовке. Здесь также вот у нас стяжка на ротовую часть, немножечко здесь чуть как бы сложнее показана пластика, я считаю, разобрана. И сама ротовая часть, на ней тоже немножечко есть намеки на пластику, то есть она поделена на планчике. Просто здесь, возможно, вам сейчас это не столь хорошо видно, но я думаю, что это может быть тема вообще для некого и самостоятельного размышления, изучения. Дальше у нас идет нижняя губа, которая также делится на... Три плана делится ее верхняя часть, вот, и, в принципе, верхнюю губу тут можно было бы тоже, наверное, поделить на планчики. И нижняя часть нижней губы также делится на три плана. И дальше у нас здесь идет вставка подбородка, который, правда, разбит на большее количество частей, на восемь планчиков по кругу. Ну, в принципе, суть та же самая, да, просто он чуть подробнее. И вот эта плоскость, она показана немножечко с таким изгибом, потому что головы все разные, да, и здесь немножечко бывают вариации. Вот я считаю, что этот изгиб, он все-таки, как бы, чаще, скажем так, встречается, как мне кажется, в наше время следует его иметь в виду. Ну, нос, 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 также мы можем здесь видеть в качестве призмы, в качестве призмы, у которой нижняя часть разобрана чуть-чуть, немножко более пластично. Боковой план, боковой план головы, но здесь мы видим, кстати, интересный момент, что вот эта вот та плоскость, которая на гудонорской обрубовке более горизонтальна, да, здесь она раньше поворачивает, то есть, как бы, надушами. Что, в общем-то, для сколькторов имеет достаточно важный момент, и не случайно, обычно здесь как раз проходит формовочный шов, потому что самая высокая точка головы, да, то есть, точка надушами, после которой начинается обратное понижение. Здесь мы видим те же самые планы, но принципиальный момент, что они показаны несколько более пластично, и, как мне кажется, можно было бы это делать еще более пластично, потому что именно показ планов на обрубовочной голове более пластичный, он все-таки как-то немножко сподвигает человека к тому, чтобы интегрировать, интегрировать планы, переломы формы в свою работу над рисунком или лепкой головы. Здесь мы видим также поворот, да, на более переднюю часть бокового плана, да, который спорит между передним и боковым планом, вот этот кусочек. И вот здесь видим еще такой дополнительный планчик, что, в общем, достаточно важно, да, потому что, на самом деле, все эти вещи, они в жизни достаточно мягкие, и вот видение планов и в то же время их мягкого решения, оно как раз является, я считаю, принципиальным. Дальше мы видим с вами верхнюю часть головы, верхнюю часть головы, где у нас те же самые планы, но единственное, что центральный, еще вот разбит, он имеет такой, как бы, намек на ребро, да, на среднюю линию, от которой тоже идет поворотики. То есть, фактически, получается, у нас тогда уже не три, а четыре их. И вот здесь вот видите тот самый треугольник интересный. Вот. И в целом, они здесь показаны более пластично, более пластично, что, в общем, позволяет увидеть их быстрее в реальной жизни. Здесь мы видим вот важный достаточно ход, такую, как бы, стяжечку, да, на затылке, которую мы, скажем, на гудоновской обрубовке в такой форме не видели. И мне кажется, что это заслуживает, внимание, а в целом, в общем-то, наверное, все достаточно похоже, да, и это подчеркивание затылка. Подчеркивание затылка, ну, вот здесь виден общий характер, да, форма сзади. Вот такая обрубовочная голова. что мы можем здесь, что мы можем здесь констатировать снова важное, да, то, что вот на ранних стадиях работы над портретом, на ранних стадиях работы над портретом, желательно вот уже вот на такой стадии, которую вы видите перед собой, как раз и заниматься задаванием этих планов в начале больших, в начале больших, то есть верхнего, переднего, боковых. Как бы форма достаточно, видите, она мягко и обтекаемо взята, и в то же время планы в ней присутствуют. Вот этот момент мне кажется важным подчеркнуть, и именно к пониманию вот этого момента нужно стремиться. И дальнейшая работа, она сейчас для меня, хоть я пытаюсь создать новое пособие, да, обрубовочную голову небольшую, настольную, которая бы служила своего рода мостом между классической обрубовкой и лепкой уже головы непосредственно как таковой, то есть здесь планы должны быть также даны достаточно мягко, чтобы человек быстрее согласился как-то принять их в свою жизнь, видеть их. Но, тем не менее, видите, лепка идет достаточно цельно, то есть я не стремлюсь быстрее показать планы, да, быстрее показать планы, я вначале беру общую форму головы и достаточно долго на этой стадии нахожусь. Что желательно, потому что что мы делаем обычно? Мы вот эту раннюю стадию, когда задаются верные соотношения, мы, даже если мы серьезно учимся, мы ее просто очень быстро проскакиваем. Если мы занимаемся лепкой портретов на совсем любительском уровне, то, как правило, этой стадии просто нет. То есть она берется абсолютно формально, без связи с пониманием головы, без связи с пониманием архитектоники головы, без связи с индивидуальными особенностями часто. А вот эта начальная стадия, очень важно ее как раз для себя актуализировать, сделать ее для себя более осознанной, чтобы на этой стадии вы задавали характерную форму с конструкцией, как вы можете здесь видеть, с архитектоникой, и в то же время взятой достаточно пластично и мягко. Спасибо, дамы и господа. Я думаю, что мы продолжим наш разговор о портрете. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...